Военно-грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта из-за ухудшения погодных условий и схода селей на территории Грузии. Движение запрещено со вчерашнего дня до особого распоряжения. Уже второй суток идёт из Москвы в Армении. Мы дошли от половины пути, уже остановились. Уже из три часа ночи остановились и сидим вот так на дорожке. Никакой помощи нет, сидишь на дорожке и ждёшь, и даже ответа не знаешь, оттуда когда откроется и что будет вообще дальше. Мы едем из Пензы в Грузию, в Кабулете. Здесь стоим уже сутки и стоим на месте. Официально никакой информации у нас нет. Только предположения от участников группы. И с той и с другой стороны шлют фотографии и комментарии. На данный момент проезда на военно-грузинской дороге ожидают более 500 транспортных средств. Среди них легковые автомобили, несколько пассажирских автобусов и большегрузы. Мы выехали из Москвы. Дорога до этого места заняла у нас два дня. Через Волгоград, Пятигорск и вот мы здесь. Здесь стоим недолго, поскольку мы на специальной технике проехали узнать, почему такая длинная очередь. Оказалось, что перевал закрыт и в Тбилиси, куда мы собирались, похоже, мы не попадаем. Сейчас приедем в Владикавказ и подумаем, что делать дальше. Наверное, Эльбрус или что-то в этом роде. Мы едем с Московской области, город Домодедово, с семьей, с дочкой, с зятем, пять человек детей. Старшие 13, маленькому ровно два годика. По интернету посмотрели, понравилась Грузия. Везде вроде бы были, в Грузии не были. Вот вчера приехали мы сюда в 4 часа дня. С места не трогаемся. Стихия повредила дорожное полотно и на территории России. Из-за частых дождей уровень терека поднялся. Дорогу подмыло и часть её обвалилась вниз. Сейчас дорожники устраняют последствия. По словам специалистов, при благоприятных условиях на это потребуется около двух дней. Сегодня с 10 часов утра мы приступили к работам. Хотим опустить блоки вниз, на них нанести балласт. Ну и за счет этого вывести грунт наверх, чтобы устранить полностью. Силами МЧС на дороге развернуты два пункта обогрева. В них можно выпить чай и зарядить мобильные устройства. Также здесь дежурят сотрудники ГИБДД и экипаж Центра медицины катастроф для реагирования на возможные происшествия. Для наблюдения за гидрологической обстановкой на территории республики расположены 15 стационарных гидропостов, на которых производится мониторинг обстановки. На данный момент угрозы населенным пунктам нет. По информации МЧС, проезд транспорта по военно-грузинской дороге будет невозможен длительное время. Поэтому ведомство рекомендует людям пока воздержаться от поездок в данном направлении.